Оборудована фотозона как раз для тех, кто получает ключи и хочет запечатлеть этот момент исторический. Есть запах хлорки, который мне, кстати, очень нравится, да, такой вот прям запах чистоты. Я уже вижу, публикуют ролики по приемке квартир здесь. Мои, я уже сказала, пищевой институт, Строгановка, это художественно-промышленная академия. Главное было вовремя понять, что они не справятся, да, и вовремя их поменять. Это замечательный результат, в среднем у нас по Москве получается где-то 11-12, вот из нашего опыта. Привет, друзья, с вами «Квартирный контроль», я его ведущая Мария Федорова. И сегодня мы в районе Покровская-Стрешнего, северо-западного округа Москвы. Наш сегодняшний герой – это комплекс апартаментов, который возводится в очень интересном месте. На берегу сразу двух рек – Москва-река и Сходня. Кроме того, это еще и историческое место. Это 400 с лишним лет назад, где-то здесь стоял лагерь Лжедмитрия Второго. Но Лжедмитрий у нас давно в прошлом, а в настоящем у нас вот эти вот красавцы. Комплекс апартаментов Левел Трешнего от Левел Групп. Стрейтный адрес проекта – Волоколанское шоссе 81. Давайте знакомиться. Транспортная доступность обеспечивает Волоколанское шоссе. Вот у вас есть удобный выезд и за 20 минут, ну, конечно, без пробок, но не нарушая скоростной режим, вы доберетесь до Садового кольца. И за пару минут до МКАД. Если же вы предпочитаете пользоваться метро или планируете это делать, то ближайшая станция здесь Тушинская, фиолетовые ветки. Есть еще также и Спартак той же ветки, но не думаю, что это станет альтернативой, по крайней мере, пока сейчас туда не очень удобно добираться. До Тушинской пешком вы дойдете минут за 20. Да, согласно, каждый день так вот не находишься. Если говорить об общественном транспорте, то суммарно путь на автобусе плюс дорога до дома займет у вас где-то минут 13-15. Кстати, здесь выделена автобусная полоса, ну, две остановки здесь всего лишь нужно проехать. Там же, где станция метро Тушинская расположена и платформа НЦД-2 с таким же названием, ну, если вдруг вы планируете пользоваться вот таким вот видом транспорта. Строительство ведется в той части района, где раньше не было жилой застройки, поэтому общественный транспорт с Волоколамки сюда не съезжает. Дорога от остановки сегодня займет минут 7, а расстояние составляет около 600 метров. Вот то, что мы сейчас с вами увидели с воздуха, это три корпуса башни высотой 25 этажей плюс подземный уровень, и каждая из этих башен имеет свое название – юг, запад и север. Но так как сторон света все-таки четыре, то понятно, что здесь будет и четвертый корпус. Ну, его пока не так просто увидеть с воздуха, он пока находится на раннем этапе строительных работ, и в будущем обратите внимание, что он будет очень отличаться архитектурно от трех башен. Три башни вмещают в себя 747 апартаментов, а вместе со строящимся корпусом общая емкость комплекса будет составлять 970 апартаментов плюс 5 коммерческих помещений. Торговые площади займут, конечно же, магазины и точки сферы услуг, но рассматривается и открытие коммерческого детского сада. На рендерах можно увидеть и еще одно строение, и, как мы можем судить, это здание формата таунхаус. Но какую-либо информацию по этому поводу застройщик пока не дает. Разрешение на строительство этот проект получил в ноябре 2019 года. В 2020 началось активное строительство, и вот на самом деле я довольно-таки часто езжу по Волголандскому шоссе, смотрела на эти строящиеся башни, видела рекламные баннеры. Все думала заехать сюда посмотреть, что же здесь строится, но все никак не доходили руки, не доезжали колеса. И вы представляете, так быстро пролетело время, что оказывается здесь два корпуса уже сданы. По документам здесь срок сдачи был второй квартал 2022 года, и вот, по-моему, это редкость. Застройщик здесь уложился, он получил разрешение на ввод в эксплуатацию 1 июня 2022 года, и уже в конце июня начал выдать выдачу ключей первым жителям. И вот по этому поводу застройщик организовал мероприятие, куда пригласил журналистов из трейтной отрасли, с рынка «Недвижимость», нас, конечно же, и мы, безусловно, не упустили возможности посмотреть, что же у Лаву Групп здесь получилось в итоге. И, конечно же, чтобы пообщаться с коллегами. Изюминкой комплекса служит его ориентация на водный простор. То есть 90% апартаментов у нас смотрят на воду сквозь большие манированные окна. То есть у нас, у наших жителей, будет возможность отдыхать на слиянии двух набережных, то есть набережные реки Исходня и Москва-реки. Архитектурные дизайнеры ландшафтного бюро «Аглас Аркитектс» разработали концепцию линейного экопарка, который будет комплексно благоустроен и оборудован велодорожками, зонами для променада, спорта и пляжного отдыха. На севере данная набережная будет смыкаться с парком берег реки Исходня. Отвлечемся немного от романтичных мыслей и красивых картинок и вернемся к скучным инженерно-геологическим и архитектурно-строительным вопросам. Ведь, как видно, дома стоят у самого русла двух рек. Подземная часть, вот эти конструкции, которые мы уже не видим и никогда не увидим, как она устроена? Глубина подземного паркинга минус 5,5 метров. Наши башни расположены на свайном фундаменте, на свайном основании. У нас 567 свай железобетонных сечением 40 сантиметров. То есть только часто они идут, да? Довольно часто идут. На каждой башне порядка 190 свай. На какой-то 186, на другой 190, на третий 191 свай. Они у нас 12-метровые, заходят в пески. Также наши башни, они... Сваи заходят в фундаментный ростверк. Плита паркинга 300-мм, там уже, конечно же, свай нет. На корпусе «Восток» уже заложили фундаментную плиту и ведутся монолитные работы. Но понять, каким стало основание, мы можем по фотографиям. Работа кипит, и я надеюсь, это обычная интенсивность, а не усиление, связанное с визитом журналистов. Но по результатам, которые застройщик показал на первом этапе, можно надеяться, что «Восток» будет сдан также в заявленные сроки. Официально ввод намечен на третий квартал 2024 года. И у нас еще башня «Север» не сдана. Здесь говорится о третьем квартале 2022 года. То есть до конца сентября работы должны быть завершены. Мы сейчас видим, как раз как у нас монтируют фасады на башне «Север». Здесь навесная вентилируемая система с воздушным зазором. Облицовочные панели выполнены из композитного материала. Алюмокомпозит. Он у нас трехцветный, имитирующий. И два цвета у нас имитирует натуральный камень. Третий – это шабрированный алюминий. Это как раз то, что так прекрасно блестит. То есть это композитный материал от разных исполнений? Да, совершенно верно. И остекление? Остекление двух типов. Там, где у нас прямая часть, у нас выполнены оконные конструкции. На остальных у нас участках – это витражные конструкции с малированным остеклением и с прямым остеклением. Малированное остекление – это наши радиусные стекла. Это два основных типа радиуса – полтора метра и метр. Двор озеленен и благоустроен очень современно. Нам тут и вертикальное зонирование, и элементы геопластики. Обратите внимание, ландшафтные дизайнеры поработали и над въездной рампой. Озеленение, кустарники, крупномеры – все в наличии. И вот не вижу пока только детских площадок. Вот вижу только указатель, что вот здесь, рядом, видимо, с корпусом «Север» будет площадка для детей от 1 до 10 лет. И площадка для ребят постарше вот в ту сторону. Пойдемте посмотрим. Вот она, площадка для ребят постарше, расположена с южной стороны комплекса. Это оборудование марки «Компан». Мы, как нам сейчас сказали, что вот этот игровой комплекс, он в единственном экземпляре представлен в России. И вот он окажется именно у вас во дворе. Дворы здесь ожидаемо закрыты для доступа машин и парковки. И если вы планируете пользоваться личным автомобилем, то на вопрос, где вы будете оставлять машину, вы должны себе ответить еще до выбора апартаментов. Под домами здесь прячется подземный паркинг, и здесь запроектировано единое парковочное пространство глубиной в один этаж. Если конкретно, то на 747 апартаментов здесь, в трех башнях, предусмотрено 220 машин и мест. И, конечно, вот это соотношение нужно принимать во внимание, рассматривая покупку апартаментов здесь. Гостевые места предусмотрены, но я думаю, что в очень скромном количестве. Все-таки здесь такая очень ограниченная территория. Ну, а если говорить о корпусе Восток, то там вообще на 100 с лишним квартир предусмотрено всего лишь 19 машин и мест. Поэтому, если вы планируете ставить машину в подземный паркинг, то нужно довольно-таки оперативно принимать решение о покупке машин и мест там. Ну, вот на сегодняшний день, кстати, цены стартуют на машин и места от 2 миллионов 130 тысяч рублей, что, в принципе, не так уж дорого по сегодняшним меркам. Также на подземном уровне и на жилых этажах можно рассмотреть покупку кладового помещения. А кладовки здесь стартуют, если говорить о метраже, от 2,5 квадратных метров по цене 657 тысяч рублей. Соответствует ли количество мест классу проекта, а в данном случае это бизнес, вопрос открытый. Но, со слов менеджеров, в продаже остается немало вариантов. Ну и перейдем к стоимости, собственно, апартаментов. На момент съемки цена самого доступного варианта была 6 миллионов 525 тысяч рублей за студию 21 квадратный метр. Без отделки. Это вариант в корпусе «Восток». У нас по трем башням порядка 14 функциональных планировок. Есть уютные слуги, а также достаточно большие семейные апартаменты. В проекте представлены два реплик формата апартаментов. Это 14 апартаментов пентхаусы, достаточно большой площадью, 190 до 225 квадратных метров. Они находятся на последних этажах. И высота потолков у них достигает 6,2 метра. Также есть 10 квартир с патио. Это отдельный вход со двора. То есть у вас, скажем так, такой летний сад, уединенность. И находятся они на уровне входных, то есть на уровне земли. Высота потолков там также достигает 5,7 метра, что фактически тоже позволяет сделать уходную квартиру. Точнее, апартаменты. Входные группы здесь, конечно же, на уровне земли и беспрепятственный доступ. Ну, если, конечно, не считать наличие дымофона, вот это будет препятствием. Вестибюль с высотой потолков 6 метров. Вот такое вот шикарное помещение. Со стойкой ресепшн, с лобизоной. Ну, здесь сейчас есть и, видимо, временно оборудована фотозона как раз для тех, кто получает ключи и хочет запечатлеть этот момент исторический. А впоследствии, я так понимаю, что вот эту шторку уже отодвинуть, здесь будет такое панорамное окошко шикарное. Так, мягкая зона номер 1. Мягкая зона номер 2 с диванчиком. Комната для... Здесь обозначена как раз очень милая картинка. Это лопомойка. Долго открывается. Вот помещение с тушевой для собачек. Ой, я не сразу заметила, здесь есть и, по всей видимости, это искусственный камин. Пока вот он выключен, не сезон такие включат девайсы. Очень элегантные светильники, элегантные почтовые ящики. Ну, согласитесь, все вполне соответствует заявленному классу бизнес. Ну и пройдемся немножечко по материалам. Здесь на полу уложен крупноформатный, очень крупноформатный керамогранит. На стенах также керамогранит с подсветкой, штукатурка, панели под дерево, но на самом деле это металл. Так, ну и другие помещения. Вот в местах общего пользования есть туалет общего пользования. Очень нравится мне вот этот вот санузел. Так, огромное зеркало на стене есть и раковина, мыльница. Есть запах лорки, который мне, кстати, очень нравится, да, такой вот прям запах чистоты. Туалет оборудован, да, системой для маломобильных групп населения. Каким-то таким я казенным языком заговорила. Так, это выход на лестницу. И дальше мы попадаем в лифтовый холл. Так, здесь три лифта. Три кабины. Знаю, что это марка Otis. Так, и также знаю, что внутренняя отделка здесь просто серый металл. Пока все защищено панелями. Вот в лифтовом холле отделка, в основном, как видно, это серый керамогранит, но все-таки разбавлено вот такими вот металлическими порталами, панелями такого же цвета металла, обозначением этажей, навигация. Все это тогда разбавляет вот этот аскетизм. Здесь вот камера с мусоропроводом. И напротив уже начинается квартирный холл. Здесь уже на две квартиры. Ну, так же, да, можно сказать, что весь этот аскетизм дополняет вот такой стиль. Ну, конечно же, нам дали доступ в одну из самых эффектных квартир. Это вариант, ну, апартаментов, конечно же, оговорилась. Это вариант на 24-м этаже, трехкомнатной, с высотой потолков по 3,30. Действительно шикарные, шикарные апартаменты. Действительно, эта квартира с фантастическими видовыми характеристиками. Здесь, кстати, представлены окна в двух исполнениях. И радиус на остеклении, и стандартная. Но при этом обратите внимание на габариты оконных проемов. Учитываем также, что здесь будет выполнена стяжка. Мы окажемся выше сантиметров на 8. Здесь, как видно, разводка отопления идет по полу. Радиаторы установлены под окнами. Ну, и пройдусь сразу по инженерке, раз уж начала. Вода здесь, смотрите, заходит сверху. Сверху слаботочка выведена, электрика до щитка, точка оповещения. Эта квартира, как видно, свободной планировки, без отделки. Вот трассировка выполнена здесь вот с помощью таких вот металлических направляющих. Мы привыкли к тому, что это либо блоки, либо кирпич. И что еще здесь, на что следует обратить внимание, это раз, два, три стейка канализации. То есть, как минимум, три мокрые точки вы можете делать у себя в доме. В корпусе запад можно рассмотреть вариант с предчистовой отделкой white box. Но таких предложений осталось совсем немного. Высота потолков в типовых квартирах 3 метра и 3 метра 30 сантиметров. Вот только месяц прошел, как дольщики начали получать ключи. Тем не менее, я уже вижу, публикуют ролики по приемке квартир здесь. И на что обратила внимание, на качество окон. В принципе, так в целом оно неплохое, но вижу, что перечисляю и окальные, и сколы. То есть, не единичный случай далеко. Здесь, да, данные дефекты, они выявлены, они налицо. При этом, у каждого подрядчика, кто выполнял монтаж сетопрозрачной конструкцией, есть размер гарантийного удержания. Соответственно, все вот эти дефекты, которые были допущены при производстве строительно-монтажных работ, я думаю, что в течение месяца со всеми этими дефектами должны справиться, и дольщики будут довольны. А вот это выявляется на этапе приемки квартиры или раньше какие-то проходят? Здесь мы выявляли эти дефекты раньше. То есть, мы обозначали дольщикам, что эти дефекты есть, мы их знаем. И заранее при приемке квартиры у них эти дефекты, области дефектов, были нанесены непосредственно на стеклопакет. Ага, ну вот я, кстати, видела, где тут еще обведены. Это как раз вот... Совершенно верно. Здесь поступаем... Внутренняя приемка, да, была? Это была внутренняя приемка службы технического надзора, которая у нас есть в компании. Она выявляла все эти дефекты. Ну, то есть, дольщикам не обязательно всем обращаться к экспертам для выявления вот этих вот... То есть, визуально... Здесь как сам дольщик захочет. Но мы хотели подсветить ровным счетом то, что мы знаем об этой проблеме, и мы ее видим, и, очевидно, мы будем ее устранять. И также видела то, что где-то есть несовершенство в фасадных конструкциях. Совершенно верно. Это повреждение фасадных кассет нашего люмокомпозита, которое было допущено при производстве также строительно-монтажных работ. Некоторые кассеты были замяты, некоторые кассеты были поцарапаны. Здесь, опять же, в рамках гарантийных обязательств подрядчики, которые у нас законтрактованы на каждую из башен, они эти дефекты устраняют. Вот то, что сейчас люльки катаются, это как раз они занимаются вот этой заменой? Совершенно верно. Также здесь замечания, все-таки у нас есть управляющая компания, которая также принимает и фасады. Здесь они тоже в этом случае принимали фасады, давали какие-то замечания, свои комментарии, мы тоже их учитываем и устраняем. Не забалуешься. Не забалуешься. Друзья, как мы увидели сверху, участок, на котором идет строительство, он достаточно компактный. И, конечно же, это в первую очередь определяет его статус. Статус этого проекта – комплекс апартамента. Проект не обременен строительством социалки, и, конечно же, вам придется пользоваться альтернативной социальной инфраструктурой. И ближайшие объекты – это школа номер 1285, два корпуса расположены по ту сторону Вулканского шоссе, пешком отсюда где-то минут, наверное, 18. Там же вы найдете и два детских садика, и поликлинику для взрослых, и для детей. Кстати, еще одна школа, еще один садик расположен на территории соседнего ЖК «Тушин-2018». Но туда пешком, наверное, будет совсем неудобно идти, проще будет воспользоваться машиной. Вот такие вот неудобства вам придется терпеть, зато вы получаете, конечно же, вот такие вот шикарные виды, плюс наличие просто богатейшей спортивной инфраструктуры. Здесь мы найдем с вами, ну, в первую очередь, конечно, спортивный комплекс «Спартак», рядом с одноименной станцией метро. Плюс клуб «Буревестник», футбольный центр, водную базу, лодочную станцию, бейк-клуб, спортивную школу и теннисный клуб. И теперь, друзья, я бы хотела обратить внимание тех из вас, у кого дети старшеклассники, на тот факт, что здесь буквально в получасе езды на автобусе расположены, наверное, минимум с десяток крупных вузов. Это мои ближе к Соколу. Медицинская академия, кстати, она ближе, вот сразу за тоннелью, то есть туда добираться вообще минут 20, наверное, на автобусе. Значит, ближе к Соколу мои, я уже сказала, пищевой институт, Строгановка, это художественно-промышленная академия. Чуть дальше, ближе уже к аэропорту, финансовая академия, МАДИ, академия водного транспорта. Ой, ну, думаю, что я далеко не все вузы вспомнила. Одним словом, есть из чего выбирать. Итак, локация особенно выгодна для тех, кто ориентируется на крупные вузы и спорт. Но нужно учитывать, что до спортклубов и пунктов водных развлечений здесь не очень удобно добираться. Все они расположены на том берегу Сходни. И в обход придется преодолеть пару километров. Если говорить о зеленых зонах, кроме набережной Москвы-реки, конечно, нужно указать на парк берега Сходни. Это примерно 10 минут пешком. Куда более просторными местами для прогулок станут Парк Покровская-Стрешнево, парк Северная Тушина, усадьба Братцево, ландшафтный парк Метина. Это все в соседних районах. Упомяну еще и Сходнинский ковш, плюс Алешкинский лес. Я перечислила все те места для прогулок, куда вы можете добраться за 10-15 минут на машине. Зелени и воды в этой локации достаточно. Друзья, кроме приятных соседей и симпатичных, здесь есть и менее привлекательные. Напомню, что комплекс апартаментов возводится на границе с промзоной Трикотажная. И, конечно, здесь есть коммунальные, хозяйственные, производственные объекты. Вот, например, по левую руку от меня расположен снегосплавной пункт. Справа предприятие Мосводоканал РКС номер 5. Можно предположить, что, конечно, рядом с такими объектами, как правило, царят неприятные запахи. Но в этот раз я ничего не могу сказать о запахах, потому что сейчас дует сильный ветер. Сейчас, при всем желании, мне сложно оценить наличие запаха. Поэтому, конечно, если для вас этот момент принципиальный, он должен, конечно, быть принципиальным, то необходимо вам самостоятельно приехать и оценить запахи. Если говорить о расстоянии, то как раз отсюда можно его оценить. До башен это метров, наверное, 300, расстояние даже больше. Корпус востока, он, конечно, будет поближе. Вот вы можете ориентироваться по крану. Так, что еще нужно здесь иметь в виду? Что зимой, конечно же, когда уже снегосплавной пункт будет работать в полную силу, здесь будут во время сильных снегопадов стоять вереницы грузовиков, ожидающих, в свою очередь, на выгрузку. Продолжим. На том берегу Сходни мы увидим один из бетонных заводов концерна Крост, а с запада – экологическую организацию Федеральное государственное унитарное предприятие РАДОН. Предприятие в формате вибаркадера. Друзья, на форумах мы видели, что наличие слова РАДОН где-то рядом с жилым объектом или с комплексом апартаментов обязательно гарантируют нам какое-то радиоактивное загрязнение. И по этому поводу мы, конечно, вооружились счетчиком Гейгера. Давайте посмотрим, какие здесь показатели. Семь единиц всего лишь, друзья, это замечательный результат. В среднем у нас по Москве получается где-то 11-12 из нашего опыта. Если же говорить о предельно допустимых, то по Москве это норма 20 единиц. Здесь же не было переноса в сроках строительства, да? Нет, здесь не было. Здесь не было. Но вот в этой связи вопрос, вот эти все общие строительные отделочные работы, как удалось выполнить срок в сегодняшних, в современных реалиях? Реалии, конечно, внесли свои нюансы в ход ведения работы в графике, в наши планы. Здесь были замены подрядчиков, да? То есть мы видели подрядчики, которые не справлялись здесь. Главное было вовремя понять, что они не справятся, да, и вовремя их поменять. И достаточно глубоко мы вникли во весь проект, во все технологические цепочки, во все цепочки логистики поставок. За счет этого нам удалось выполнить те обещания, которые мы дали. То есть наблюдательность, въедливость, оперативность? Конечно. Отлично. Так, ну, тем не менее, вот у вас сейчас достраивается еще третий корпус. Только-только увидел свет, корпус Восток. Вот здесь как сейчас с поставками или какие-то, может быть, альтернативные решения находятся? Весь объем материалов и основного оборудования, он закуплен. То есть для башни Севера все находится на микросредственной площадке и на складах подрядчиков. Здесь нас события в мире никак не затронули, поэтому также здесь уложимся в срок и будем передавать ключи дольщикам. Все, бежим, бежим, бежим. Спасибо. Значит, заснимем. Ага. Спасибо. Ну, друзья. Друзья, на сегодня это, наверное, все, что мы можем вам показать. Вот сегодня мы успели, да, и отдохнуть, и поработать. У нас получилось отметить получение вами ваших ключей. Поздравляем вас с этим событием. Если же вы еще пока только присматриваетесь к покупке, то принимайте решение, конечно же, с учетом тех моментов, которые мы вам сегодня подсветили. Мы, конечно, хотим сюда приехать и позже, посмотреть в динамике на строительство корпуса Восток, увидеть, будет ли сдан также в срок корпус Север. Поэтому подписывайтесь на наш канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Не пожалейте лайк, напишите ваш комментарий. Ну, а мы поехали снимать для вас следующие обзоры. Не забудьте.